По прогнозам синоптиков, жаркая погода в Алтайском крае продлится как минимум до конца июля. Это значит, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно быть предельно внимательными к своему здоровью. Ведь из-за жары в крае уже случилось немало инфарктов и инсультов. Как избежать столь серьезных недугов и в целом уберечь себя от негативного влияния летнего зноя? Спросим у главного кардиолога Алтайского края Анны Ефремушкиной. Здравствуйте. Добрый день. Много ли пациентов обращается вот в данные летние месяцы к кардиологам? Как к кардиологам, так и к терапевтам обращается то же самое количество пациентов, что и зимой. И сказать о том, что есть какой-то всплеск обращений, как и вызовы скорой помощи, мы не можем. Как вы думаете, с чем это связано? Люди научились следить за своим здоровьем, как-то контролировать его? Вы знаете, есть такие статистические данные, что погодно-климатические условия, они однозначно влияют на здоровье человека, будь он здоровым или будь он больным. Но выясняется, что в холодное время года осложнений от сердечно-сосудистых заболеваний значимо больше, чем в жаркое время года. И, конечно же, наши пациенты уже научились не болеть, а стараться находиться в состоянии ремиссии и принимать лекарственные препараты и обращаться к врачу. Какого возраста, как правило, пациенты, которые страдают сердечными заболеваниями, я знаю, вы не любите это слово «сердечные болезни», люди пожилого возраста или молодых тоже достаточно? Ну, если говорить непосредственно про лето, то тоже существует такая статистика, причем мировая, я не могу сказать, что это только в Алтайском крае, что в жаркое время года, то есть подразумевается повышение температуры окружающей среды более 25 градусов, более трех дней продолжительность этого периода, страдают в большей степени все-таки люди от 45 до 64 лет. А в холодное время года в большей степени страдают все-таки более 65 лет. Такие данные на сегодняшний день есть. И еще, если риск осложнений более высок у молодых в жаркое время, то у пожилых в холодное время. А вот какие симптомы должны уже насторожить человека, но опять же пусть в жаркую погоду, многие наши коллеги говорят, что болит голова, это уже повод бежать к врачу? Знаете, конечно, в жаркое время года мы теряем повышенное количество жидкости, происходит возможность гущения крови, так называемая гиповолемия. И у нас возрастает потребность в употреблении жидкости, прежде всего воды. И, конечно, надо за собой последить. Вот я хочу сказать, что когда озаботились такой проблемой, многие, опять же, страны, и эти данные тоже известны на сегодняшний день, вероятность умереть в жару, да? Что надо делать? Ну, это вот такое оповещение, что будут жаркие дни, чем мы занимаемся с вами сегодня. Это обязательно кондиционирование воздуха, и это отсутствие лекарственных каникул. То есть это пациент, который имеет любую заболеваемость, ну и сердечно-сосудистую патологию в частности, он не должен себе устраивать перерывы в приеме лекарственных препаратов. Если болит голова, конечно, надо подумать, вследствие чего это возникает, и, конечно, обратиться к врачу. Тем более, если эти головные боли интенсивные, если они сопровождаются повышением уровня артериального давления. Но если выпил таблетку и полегчало, то, в принципе, можно успокоиться. Ну, нельзя, конечно, так относиться к своему здоровью, потому что кроме головных болей, повышение уровня артериального давления может сопровождаться тошнотой, рвотой, да, очень сильной слабостью. Вот недавно в Казахстане эксперты Национального центра здравоохранения разработали правила поведения людей в жару. И вот среди этих правил на первом месте неправильно одеваться там, не ограничить пребывание на жаре, а правильно питаться. Вот вы согласны, что правильное питание – это вот прежде всего? Естественно, должен быть комплекс мер, чтобы себя обезопасить от негативного воздействия высокой температуры. Ну, в частности, правильное питание, оно должно включать адекватное потребление жидкости, то есть это должна быть, конечно, не сладкая, не газированная вода. Возможно, она будет подкисленная или даже немного подсоленая. Очень хорошо утоляет жажду кефир наш обычный, натуральный квас. И что касается еды, конечно, это прием пищи не два раза в день, да, как некоторые питаются, там, утром наелся и вечером после работы. И, естественно, это приоритет фруктам и овощам, и более легкой рыбе. То есть жирные, мясные продукты, полуфабрикаты. Сегодня это табу. Да и в принципе, наверное. В принципе, конечно. Сколько мы раз с вами говорим, вы постоянно на этом акцент делаете. Ну, давайте поговорим о том, что сегодня, все же, несмотря на жару, и, может быть, для кого-то это на руку, у многих отпуска. А отпуск и отдых у нас люди некоторые связывают с алкоголем, почему бы не выпить считают некоторые. Так вот, категорически ли запрещен алкоголь? Или все же в умеренных количествах, вот сейчас без всякой пропаганды все же? Вы знаете, в рекомендациях, которые у нас приняты в России, они повторяют рекомендации медицинские для всего мира, что должно быть ограничение потребления алкоголя. То есть в перерасчете на чистый этанол, т.е. спирт, не более 30 грамм в день. Вот и выбирайте. То есть есть даже норма, оказывается. Ну, это не норма, не все же должны это делать. То есть это не норма, но не более того. Кому категорически противопоказаны, еще раз напомним? Еще раз напомним, что это гипертоники. То есть это пациенты, у которых имеется высокий уровень артериального давления, и они контролируют его определенными препаратами. Это пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, инсульт. Эти пациенты, как правило, принимают определенную группу препаратов, которая при сочетании с алкоголем может давать очень негативные последствия, значимо ухудшать здоровье этих пациентов. Давайте тезисно, по пальцам. Что нельзя в жару, как себя уберечь? Это значимая физическая нагрузка. Умеренная должна быть? Конечно, она умеренная, тем более наличие сиесты – это прекрасная вещь. С 11 до 5 в жару по возможности не выходить. Легкое питание? Это легкое питание, это легкая одежда из натуральных тканей, это отсутствие приема контрастного душа, то есть холодная вода и, например, загорание на пляже, и сразу перемещение быстрое в холодную воду – это тоже категорически нельзя делать. Потому что, представьте, на жаре происходит расширение кровеносных сосудов, при попадании в холодную воду будет вазоспазм. Это может привести к развитию инфаркта миокарда. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова